Ну вот, я приступила ко второй подушечке, ко второй наволочке. Показываю. Я в таком же стиле ее обработала, только эта подушка больше 55 на 55, поэтому здесь срединка такого же размера, вот обивочная, а окантовка, конечно, побольше. Это вот как раз будет полностью одна сторона. Точно так же я посадила ее на основу. Это штанина из лосановых штанов отрезана, и вот мои две обработаны полосочки пиццы, которые я обработала окантовочкой, роликом. Рулики пришивать умею. Рулики я умею пришивать, вот ролик я очень хорошо умею делать. Ну все, теперь я начинаю собирать и показывать, пока утюжок греется, молнию побрызгала, и сейчас я ее проутюжу. Эта молния уже, по-моему, в третью наволочку кочует, такая неубиваемая. Мне осталось прошить только бачка. Вот моя наволочка шикарная. С одной стороны она будет посредине с замком, там где пицца. Не совсем посредине, ну все, как-то так. Потому что один кусок пиццы. Один кусок пиццы уже, один длиннее. Такие куски у меня есть, органзы. Это не от старых штор, а шили шторы и остатки полоски от штор. Гордин, органза. И у меня и купленная специальная такая декоративная. В общем, вот уже она такой трубой у меня собрана. Сейчас я отутюжу. Видите, опять же, я на замке поставила свои любимые вот эти вставочки. Мне очень они нравятся. Я в интернете подсмотрела, как можно удлинить молнию, которая коротковатая, чтобы это было красиво. И, в общем, сейчас я эту трубу проутюжу и зашью бока. Ой, извините, одену на подушку, покажу, а в интерьере сниму уже завтра. Уже глубокая ночь. Я такая сонная. Посмотрите, какая. Так, я надеюсь, это не мои очки под ногами. Посмотрите, какая красивая получилась молочка. Просто необыкновенная. Мне очень нравится эта техника. Но все-таки я склоняюсь к тому, чтобы, посмотрите, более крупными кусками делать. Понятное дело, конечно, если у вас мелочь собралась и вы не хотите ее выбросить, очень здорово. Как раз для толщины, вот для вот этого богатого такого толстого объема, она очень приятна. Так, вся на ощупь такая массивная, знаете, богата, как говорят, богата. Есть такая шутка. Так вот, она придает такого шика толщина. Поэтому, конечно, мелочь можно положить на основу, внутрь туда. Освещение такое, как будто бы у меня лицо синее. И, а потом сверху уже декорировать более крупными вот таким кружевом. Но я завтра в интерьере, когда уже днем, постараюсь сниму. Видите, вот я. Сеточка сама так не просматривается. Я просто так кусочек этот. Но цветок я еще выделила строчкой. Видите, как красиво. Вот на шифоне цветок тоже я обошла строчкой. И, как это все красиво смотрится. Сейчас я одену подушку, покажу уже одетую подушку. Ой, ну полюбуйтесь, какая красавица получилась. Я, глядя на свои подушки, опять идеями, опять идеями вдохновляюсь. Посмотрите, какая она красивая. Посмотрите, как красиво ложится замок. Именно не по краю, а именно посредине. Прям предмет декора. Прям предмет декора. А еще же бывают молнии какие красивые. С всякими камушками, со всякими штучками, блесточками. В общем, подушка шикарная. Завтра я сниму по более светлому времени дня. Сниму в интерьере. В общем, подушка моя готова. У меня, оказывается, есть еще кусочек. Чуть потемнее такой же. А я думала, что у меня остался только один вот этот здоровый темный. Ну, этот здоровый темный будет ждать своего часа еще. Посмотрю. У меня столько подушек. Надо просто посмотреть по всем шкафам. Если есть еще маленькая подушка, а она должна быть. Мне так кажется. Можно было бы еще сделать еще одну. Потому что у меня есть из чего. И материалы нужно куда-то расходовать. И у меня, конечно, вы спрашиваете, задавайте вопросы. Если что-то непонятно, может быть, я, понятное дело, где-то что-то упустила. Ну, напишите. Я, может быть, на пальцах объясню. Или, может быть, что-то досниму. Но освещение сегодня. Это потому что я перевесила. Идет полностью под лампу. Ну, простите, такой цвет. Или я не могу понять. Без очков и не могу понять. В общем, если что-то непонятно спрашиваете, я попытаюсь, постараюсь объяснить это в комментариях. Может быть, что-то доснять. Ну, а вообще моя главная цель показать, как можно утилизировать свои остаточки. И, в общем-то, какое можно получить все-таки от рукоделия удовольствие. Потому что, я не знаю, у меня это такое удовольствие, такая охота. Я так рада, что у меня есть это вдохновение, которое я могу применить вот таким образом. А не тратить время, ну, на какие-то пустые, для меня пустые вещи. Рукоделие мне помогает, мысли мои приводить в порядок. В общем, вот так вот поделилась я своими подушками, своими наволочками, своим желанием работать. Люблю, целую, обнимаю всех. Приходите в гости, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Дизлайка вот так хватает. Общайтесь, между собой общайтесь. Может быть, кто-то вдохновится, тоже канал открыть. Я хочу, Лена, канал откроем. Есть у меня одна подписчица, мы уже с ней общаемся. Боже, какие у нее работы, как мне хочется показать эти работы, чтобы увидели их. Она есть в контакте, конечно, но хотелось бы вот более вживую показать на, может быть, на ней. Она такая яркая женщина. Ну, в общем, все целую, обнимаю. Всем пока, заходите. Заходите на канал, подписывайтесь. Много еще идей, буду делиться. Приходите. Ну вот, я собралась поснимать в интерьере. И как же без моей помощницы? Лакуся, ты даже не причесывалась еще. Ты даже не причесывалась и пришла в кадр. Вот мои подушечки в интерьере. Видите, этой стороной они подходят под цвет, но я вам хочу сказать, скучненькие они так. Такое впечатление, что даже... Что даже кадр заиграл ярче. Посмотрите, как получается здорово. Можно разложить их в любом порядке. Посмотрите, какая красота. Кошек у меня нет, драть у меня некому. Все как раз он. Весь мой фэн-шуй даже к картине вписываются по цвету. Посмотрите. Это картина луганского художника. Художника с Донбасса. Я не знаю, как он, где он. Сейчас куплено давно до войны. Давным-давно. Это была серия картин. Гляньте, как она вписалась. Все вписалось. Все в одном интерьере, в одном цвете. Всех целую, обнимаю. Досняла свои наволочки. Там последнее видео я вчера снимала. Обратила внимание, что, видимо, темно. Ночь. Кадр плохой. Не ярко. И как-то я смазана. Сняла. Переснять уже, естественно, возможности нет. Извините. Ну, вот. Показываю вам поближе, как получилась сама ткань, которую я сделала. Видите, какая она уникальная. Даже сложно подобрать так, если делать, то мне даже сложно почему-то сделать одинаковую. Это разрезанная, поэтому, видите, она в одном как-то. И то здесь красный попал, здесь нет. А это один отдельно делался, второй отдельно делался. И даже они, видите, они разные. Они разные. Ну, какие они красивые. Как они смотрятся классно. Все. Всех целуем, обнимаем. Целуем, обнимаем. Косте всем желаем. Сладкие, сахарные. Приходите, ставьте лайки. Располагайтесь. Рады знакомству. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok